Приветствую всех на своём канале! Продолжаем рубрику крафт для новичков. И сегодня из бумаги мы соберём пистолет-пулемёт ПП-19 Бизон. Ну что, начинаем! Сейчас вы увидите всё, что мы будем использовать для создания Бизона. В этот раз будем использовать и скотч, и суперклей. Погнали! Сворачиваем трубки и фиксируем их концы скотчем. Для ствольной коробки понадобится 3 трубки длиной 21 см и одна длиной 12,5 см. Диаметр примерно 1,5 см. Что касается цевья, для него нужны 2 трубки длиной 14 см и одна 21 см. Ну а для приклада вот такие. Теперь готовые заготовки следует хорошенько скрепить между собой скотчем. Займёмся утолщениями таких составляющих, как ствольная коробка и цевьё. Это будут опять же трубки, заранее скреплённые между собой скотчем. Прикладываем их по бокам и фиксируем. Верхняя часть должна быть открытой, то есть без утолщений. Вот так это выглядит. Сразу обрезаем край под 45 градусов, чтобы было похоже на настоящий образец. К цевью идут вот такие утолщения. Не удивляйтесь, они просто сплюснутые. Решил закрыть конструкцию трубок бумагой. Сначала попробовал склеить скотчем. С цевьём это сработало. А вот ствольная коробка не хотела оборачиваться в бумагу, и пришлось задействовать космофен. С ним получилось всё супер. Делаем надрез в том месте, где есть пустота, и загибаем концы внутрь. Естественно, фиксируем космофеном. Вот что получилось. Форма даже немного напоминает оригинал. Задний край снова пришлось обрезать под углом. Канцелярским ножом сделать это намного легче, чем ножницами. Пора вырезать место под затвор. Заранее начертив его, я принялся за дело. В шаблоне это выглядит немного иначе, но я сделал как смог. Сам затвор представляет из себя трубку, чуть меньшим диаметром, чем та, в которую этот затвор будет установлен. Про язычок тоже не забываем. Или, как он называется по-настоящему, рукоятку заряжания. Вставляем её в заранее вырезанные отверстия и укрепляем клеем. Посмотрим, как работает. Всё отлично. Вот такую рукоять я собрал. Величина самой длинной части 5 сантиметров. Остальные примерно такие же. Схема короче на экране. Ну и, как вы уже, наверное, догадались, клеим её к ствольной коробке. Следующая составляющая, подлежащая сборке, приклад. Технология такая же, как у АКС-74. Вставляем трубки, обрезаем лишнее и приклеиваем на концы тыльник. А в правом верхнем углу экрана вас ждёт ссылка на видео с изготовлением автомата АКС-74 из бумаги. Из нескольких склеенных слоёв бумаги я вырезал спусковой крючок. После чего установил в необходимое место. Но к нему ещё нужно будет изготовить скобу. Складываем лист А4 в толстую полосу. Затем примеряем. Смотрим, сколько надо отрезать. И потом приклеиваем. Основу мушки ПП-19 изготавливаем из узкой трубки. А затем придаём ей овальный вид. После всего этого устанавливаем на ствол. С кольцом мушки всё примерно так же. На конце ствола бизона имеется дульный тормоз-компенсатор. Нарастим его из бумаги прямо на стволе. А сейчас каким-то образом нужно соединить цевьё со ствольной коробкой. Я решил вмонтировать в коробку трубку, а на торчащий конец посадить цевьё. Шнековый магазин скрафтим из картонной трубы с диаметром 55 мм и длиной 220. Лучше обклейте его бумагой. По-моему, так он будет выглядеть красивее. Концы можно было бы обрезать, но я их просто загнул внутрь. Честно говоря, это не несёт в себе никакой пользы, поэтому будет лучше, если вы их просто приклеите. На концы обязательно приклеиваем заглушки. Желательно из нескольких слоёв бумаги. В завершение сборки наносим суперклей на нижнюю часть пистолета-пулемёта и присоединяем магазин. Друзья, в следующем видео про крафт из картонной бумаги вас ждёт модернизация пистолета Desert Eagle. И не только. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok